Всем привет, с вами Priya. Сегодня хотелось бы поговорить о одной интересной вещице, как аксессуары. Аксессуары это неотъемлемый, так сказать, предмет нашей жизни. Что реальный, что и виртуальный. Аксессуары, они важны во всем, они важны в АОЕ, они важны в дамаге соло-таргет и каких-либо прочих моментах для выживания, и их очень приятно ротировать. Так вот, с Анторуса, Пылающего Трона, нового рейда, который откроется, как получается, в обновлении 7.3.2, потому что ближайшее обновление это именно 7.3.2, хотя это не точно по поводу выходов, чего-либо прочего, это сейчас были от меня слишком громкие слова. Так вот, следующее обновление, которое будет для Варкрафта, это 7.3.2. В текущем ПТР-билде, в текущей ПТР-сборке, были добавлены 6 новых аксессуаров, которые будут падать с последнего босса, Аргуса Порабощенного. Эти аксессуары весьма интересны в своем использовании, и хочется посмотреть каждый из них. Ну что ж, начнем же. В текущий момент специализация баланс сосух, совух, как говорится, совушка. Танковская триня, раз. Триня, аксессуар, на дамагера ближнего боя. Третий аксессуар, аналогично дамагера ближнего боя, у которого основная характеристика ловкость. Далее, нет, это я рассмотрю в последнем самом случае. Далее, аксессуар на лекаря. И последний аксессуар, это на... На кастера, ну, допустим, для баланса. А шестой аксессуар весьма интересен в своем использовании. Вы знаете, что я скажу? Это нестабильный кристалл, нестабильный чередейский кристалл версии 2.0. Почему я так считаю? Во-первых, четыре характеристики, которых много и которые реально классные. Это критический удар, это скорость, это универсальность и это искусность. Так вот, помимо этого, наши заклинания и способности с некоторой вероятностью будут повышать показатели скорости уклонения от атак ближнего боя на 2230, самоисцеление на 12 секунд. На самом деле перевод неправильный, и заместо скорости и уклонения мы подставляем такие третичные характеристики, как скорость передвижения и избегания. Это смотрится уже намного правдивее. То есть, если переводить с английского, то получается так, что То есть, скорость передвижения, избегания, хотя его сейчас модно стало называть избежание, и самоисцеление на 12 секунд. Количество этих проков 2 в минуту. На текущий момент. Также на всех этих аксессуарах есть вторая строчка и второй прок. О них, конечно, стоит поговорить отдельно, но... Как сейчас о них говорят, что ничего об этом неизвестно, Ничего об этом непонятно, И, скорее всего, Это величие Амантула, Эти... Вторые строчки бафов, Ну, то, что сила, дарованная пантеоном, Повышает показатели интеллекта. Об этой сейчас вещице идет речь. Оно будет доступно только тому человеку, Который вроде бы соберет все 6 аксессуаров у себя в сумке. Но смысл мне, как... У меня все-таки этот персонаж, это танк-медведь, Хотя он сюда скопирован чисто для тестов. Зачем мне Хилоская Тринька? Какой мне с нее смысл? Алло! Зачем? Но, на самом деле, это ПТР, и все изменится. Логика тех людей, что написали, это непонятно. И, надеюсь, будет какая-то другая вещица Для получения второго прока. Почему я так загорелся по поводу этой Триньки? Так все просто. Смотрите внимательно. Сейчас я в совухе. Показатель интеллекта повышается на 6600. Сила зверя. Код, да? Типа, зачем интеллект? Смысл вообще с этой Триньки? Ага. 3, 2, 1. Выносливость. Какая выносливость на кота? Зачем вообще, да? Дальше. На танка. Аналогично показатель выносливости. То есть, если тут показатель выносливости полезен, то зачем он в коте? Непонятно малость. Заходим на исцеление. Показатель интеллекта. То есть, этот аксессуар вариативен для всех. В рейде его будут тянуть себе абсолютно все. Когда он упадет, за него будет драка не жизнь, а насмерть. Но я получу его самый первый. Потому что что? Потому что я стример, и мне все-таки шансы с монеточки, надеюсь, подкрутят, да? Близзард. Порадует меня, может быть, хоть когда-то. Ладно. Мечтать не вредно. Всех вам благ. Как говорится, счастья, здоровья. В текущий момент это все изменения 7.3.2, о которых мне хотелось бы поговорить. Да, там есть парочка изменений по типу того, что ударом в сердце ДК, постелив свою лужицу в виде смерти и разложения, может продамагивать 102 цели от этой замечательной способности. Ну, это мелочи, которые, надеюсь, поправят и до живой версии они не дойдут. Хотя это весьма было бы интересно. Да. Побольше вам таких тринкетов в рейде, когда он выйдет. По поводу того, что когда выйдет этот рейд, я не скажу ничего, я не знаю. И никто не знает по поводу его выхода. Ну, может быть, полтора месяца, может быть, через два месяца. Ближе к зиме, как-то так. Верим, надеемся, ждем. Запасаемся терпением. И прокачиваем 75-й артефакт, ради того, чтобы наш тигель работал в полную силу. Берегите ноги. До скорого.